Привет, друзья! С вами канал Вестник Бури, и давайте-ка сегодня поговорим о мире. Все 9 месяцев СМИ, аналитики, общество обсуждали главным образом войну. Сначала наступление России, потом контрнаступление Украины, мобилизацию, шок-контент о военных преступлениях и так далее и тому подобное. Но среди этого всего почему-то никто не говорит толком о мире, о том, что будет дальше. Ну, если речь заходит об этом, то обычно одни ограничиваются словами о войне до победного конца, хотя уже давно непонятно, что есть победный конец. А другие ограничиваются абстрактным «нет войне». Но на каких принципах мир вообще в принципе возможен? Как его реализовывать? Об этом не говорит более-менее никто. Кто-то, правда, скажет, ну, мол, а чё, зачем говорить? Зачем воду в ступе толочь? От нас же все равно ничего не зависит. Это народ инертен, без инициативен. Давайте лучше книжки почитаем, а там уж как-нибудь без нас разберутся. Но я все-таки считаю, что даже несмотря на печальное состояние наших обществ, что российского, что украинского, вопрос о мире должен обсуждаться открыто, публично, несмотря ни на что. И вот тут позвольте мне сделать историческое отступление. Уж извините, как историк, люблю я такие вещи. И перед тем, как обсуждать формулу возможного мира, я расскажу вам про Циммервальд. Что? Циммервальд. Деревня на западе Швейцарии непримечательная, казалось бы, более-менее ничем. Но именно здесь, 5-8 сентября 1915 года, в горном отельчике состоялась маленькая конференция социалистов из нескольких стран, которые осудили Первую мировую войну и решили выработать единый план борьбы. От России, Польши, Болгарии, Италии, Румынии, Швейцарии, Германии, Франции, Швеции, Нидерландов и Норвегии было в общей сложности жалких 38 делегатов. Причем часть из них — это даже не представители партий, а участники в личном качестве или члены небольших фракций и группок. Когда делегаты собрались у подножья горы, чтобы ехать в Циммервальд, выяснилось, что все интернационалисты мира убираются в четыре упряжки. Это тогда послужило поводом для шуток и локальных мемов. Мы сидим тута, вдвоем тута сидим, сидим, ёпты, сидим! Почему, собственно, так? Ведь в конце 19-го, начале 20-го века существовал второй интернационал, объединявший десятки социалистических партий из-за различных стран. Казалось, что это просто невероятная мощь. К 1914 году совокупная численность партий-участниц интернационала составляла 3 миллиона 700 тысяч человек. Плюс с интернационалом были связаны профсоюзы еще на 11 миллионов членов и 7 миллионов участников кооперативов. Более того, еще в 1907 и 1912 годах интернационал принимал в Штутгарте и Базеле антиимпериалистические декларации, где была заявлена антивоенная позиция и намерение в случае чего использовать войну в революционных целях. Но когда война все-таки началась, большинство партий-участниц второго интернационала благополучно забыло о прежних декларациях и поддержало войну в том числе и голосованиями в парламентах. Сразу нашлась куча оправданий в диапазоне от «они сами первые на нас напали» до «у нас более правильный капитализм, чем у них, поэтому наших нужно поддержать». Как говорится, все совпадения с нынешней ситуацией случайны. Хотя, конечно, нет, совсем не случайны. Да, действительно, аргументы были примерно такие же, как и у нынешних замунистов. Плеханов в России утверждал, что, ну, раз Германия первой объявила войну, то Россия просто защищается. Немецкие социал-демократы говорили, что их стране противостоит русское варварство и англосаксонский гегемонизм. Французские члены интернационала вдруг вспомнили про угрозу Тевтонского сапога. В Британии говорили про превосходство британского парламентаризма над кайзеровским режимом. Но итог был простым. Европу разорвали линии фронтов, миллионы людей оторвали от мирной жизни и бросили умирать. И никакого иного выхода, кроме окопа, у простых людей не оставалось. Только война до победного конца или до мучительной смерти. Роза Люксембург тогда сказала, что потеряно все, кроме нашей чести. По некоторым воспоминаниям она даже подумывала о самоубийстве, не в силах перенести позор от того, что большинство ее товарищей поддержали войну. А по тем единичным партиям и фракциям, которые не поддержали войну и уж тем более выступили на пораженческих позициях, прокатился каток репрессий и общественного порицания. Потому что поддержка войны по все стороны границ была тотальной. Даже несколько большевиков-депутатов Государственной Думы были арестованы и сосланы на каторгу. Да и немецкий депутат-социалист Карл Липкник был лишен мандата, отправлен на фронт, а после попал в тюрьму за антивоенную агитацию. Уже в советское время историческая апологетика много и со смаком писала про подпольную деятельность большевиков в годы войны, но в реальности эта деятельность не была масштабной. По факту партия была разгромлена. Ее наиболее организованное интеллектуальное ядро находилось за границей. Другая часть в тюрьмах, ссылках, на каторгах. Кто-то был мобилизован, ну а оставшиеся находились в глубоком подполье. И подобная ситуация была характерна для многих левых антивоенных групп по всему миру. Казалось бы, в такой ситуации, через год с лишним после начала войны, созывать антивоенную конференцию было глупостью. Эти ребята были изгоями и маргиналами с практически разрушенными политическими организациями. И их решения, ну, объективно ни на что не влияли. Но, тем не менее, 5 сентября 1915 года они собрались, причем, кстати, это были не только марксисты, но и неонародники, например, Чернов и Натансон. Они, как это водится у леваков, естественно, сразу раскололись, причем даже не надвое, а натрое. Но именно эта встреча послужила таким своеобразным прологом к революции 1917 года и будущему строительству третьего уже коммунистического интернационала. Кстати, чего не поделили между собой делегаты, ведь все они вроде как осуждали войну как захватническую и империалистическую. Но, как говорится, есть нюансы. Правый окрылок, к которому относились французские и отчасти итальянские делегаты, было против разрыва со вторым интернационалом. И считало, что размолвки с товарищами, поддержавшими войну, это явление временное. Центристы, костяк которых составляли немцы и Троцкий, были за разрыв со вторым интернационалом, осуждали войну, но выступали с пацифистской позицией, считая неуместным лозунг перерастания империалистической войны в войну гражданскую. Но зато они выступали за мир без аннексий и контрибуций. Зато лозунг поражения выдвинуло левое крыло во главе с Лениным. В итоге возобладала Центристская резолюция Троцкого, которая строилась на трех принципах – мир без аннексий, мир без контрибуций и самоопределение народов. Плюс было созвано особое координационное бюро. Это борьба. Борьба за свободу, за братство народов, за социализм. Необходимо начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций. Такой мир возможен только при осуждении всяких помыслов о насилии над правами и свободами народов. Занятие целых стран или их отдельных частей не должно вести к насильственному присоединению. Никаких аннексий, ни открытых, ни скрытых, никаких насильственных экономических присоединений, которые вследствие неизбежно связанного с ними политического бесправия носят еще более невыносимый характер. Самоопределение нации должно быть непоколебимой основой национальных отношений. Манифест интернациональной социалистической конференции в Циммервальде. Левое крыло из восьми делегатов к декларации присоединилось, однако выпустило отдельное собственное разъяснение, что будет действовать самостоятельно и проводить свою линию. В итоге конференция в Циммервальде внезапно стала международной сенсацией, и пропаганды разных стран начали поливать грязью ее участников, как вражеских агентов. Мол, они играют на руку врагу. С другой стороны, ничего особо примечательного в этой конференции на первый взгляд не было. Ну, собралась какая-то горстка людей, ну, что-то приняли еще и раскололись попутно. Однако это стало важнейшей вехой в развитии нового левого коммунистического движения. По мере того, как усугублялась и затягивалась война, происходило два важных процесса. Все большее количество партий и фракционных групп присоединялись к Циммервальдской платформе. С другой стороны, внутри платформы происходила поляризация. Часть участников дрейфовала направо, в пучину социал-шовинизма. Часть, в том числе центристы, в лице некоторых спартаковцев, типа Липкнехта и Люксембурга, а также межрайонцы Троцкого, все больше уходили налево. В итоге именно Циммервальд стал плацдармом для выработки той позиции, с которой большевики и их союзники боролись за власть в 1917 году. Циммервальдская комиссия стала той осью притяжения, вокруг которой начали группироваться антивоенно настроенные социалисты из разных стран. Это являлось прологом бурных международных событий 1917-18 годов, революцией по всей Европе, плацдармом для движения в поддержку советской России и рождения третьего интернационала. Этот успех вчерашних маргиналов казался многим правым консервативным историкам чудом. Они искали объяснения в теориях заговора или в религиозном очаровании революционного марксизма, который якобы оказывал гипнотическое воздействие на рабочих. Но на самом деле ответ куда проще. 38 человек из 11 стран в маленькой швейцарской деревушке плохо или хорошо, но сумели дать такие ответы на вопросы, заданные войной, которые рабочий класс счел своими собственными. Они сказали то, что помогло выйти из прострации миллионам людей. Чтобы закончить войну, не нужно ставить ногу на труп врага, не нужно взять и сжечь Москву или Париж или Берлин с Веной. Нет, конец войне положат не военные победы, а революции и изменения самих обществ, которые втянуты в войну. Без такого ответа простой человек мог доселе только выбирать, послушно идти на мобилизацию, в окопы или дезертировать, скрываться, пока не поймают. А левые радикалы, пускай не с первого захода, но все же предложили ему трудный, но возможный вариант. Вышвырни капиталистов и аристократов, развязавших эту бойню. Вам не вонзят в спину штык вражеские армии, потому что там такие же рабочие сделают со своими правителями и капиталистами то же самое. И в итоге вы получите мир, землю, хлеб. Вы своими руками создадите новый мир. Сказать было проще, чем сделать, а когда сделали, все вышло не так просто, красиво и успешно, как хотелось. Но факт в том, что рабочий класс и миллионы бедняков во всех странах, пусть не сразу, но услышали этот рецепт, поверили в него. Они узнали в нем свои коренные интересы. Вот и весь рецепт, который превратил горстку маргинальных политбомжей в главных героев 20 века. На этом с исторической частью все. К чему был данный достаточно обширный экскурс? Во-первых, к тому, что не нужно отчаиваться даже в той ситуации, когда, казалось бы, все полимеры потеряны. И вот эти вот разговоры о том, что у нас нет партии нашей мечты, а значит мы ничего не будем делать. Ну, это довольно сомнительное оправдание бездействия. Во-вторых, не нужно бояться обсуждать вопросы мира. То, каким мы хотим его видеть и что нужно делать для того, чтобы он стал таким, как мы хотим. Да, ситуация в России и Украине крайне сложная, поэтому, наверное, центр обсуждений необходимо переносить в эмиграцию. Но без обсуждений, без выработки формул мира мы просто не сможем собирать вокруг себя народ. В-третьих, нужно собираться, раскалываться, сраться, в конце концов объединяться. И именно в этом я вижу залог для развития будущего социалистического движения не только в России и Украине, но и в мире. Собственно, с самого начала войны уже есть тенденции к этому. С одной стороны, мировое левое движение расколото примерно на три части. Первая часть проукраинская и пронатовская. Сосредотачиваясь на том, что Украина сугубо жертва агрессии и игнорируя контекст, эта часть левых стоит на позициях полной или частичной поддержки украинского режима. Вторая часть условно пророссийская и прокитайская. Эти люди и партии выступают с антинатовских позиций, видят в России меньшее изол в рамках данного конфликта и становятся на сторону путинской олигархи. Причем такая тенденция есть везде, не только в России, но и в Европе, США, Латинской Америке. Наконец, есть третья антивоенная позиция, осуждающая как НАТО и Запад, которые сыграли таки роль в развязывании конфликта, так и непосредственно агрессию России. Уже в первый месяц после событий 24 февраля появилась декларация, которую подписали марксистские организации из многих стран мира. Однако еще более интересной получилась международная конференция, которая прошла на Кубе в конце октября этого года. Я просто максимально офигел, когда увидел антивоенную резолюцию данного собрания. Сама Компартия Кубы резолюцию не подписала, но и не осудила. Однако сам факт того, что под крылом Компартии Кубы, которая даже в путинское время поддерживала довольно теплые отношения с Москвой, принимаются и оглашаются такие документы, это весьма показательно. Осуждение войны и обоих военных блоков, публичные заявления относительно того, что ничего общего между СССР и Россией быть не может, наконец тезис о переведении войны империалистической в войну гражданскую. Вау! Примечательно, что делегаты от КПРФ, РКРП, а также осколки Компартии Украины отказались подписывать резолюцию и создали свою, в которой все списывали на происки коварного Запада. Но, как вы понимаете, все эти заявления были достаточно абстрактными. Ну, типа, да, империалистический конфликт. Да, нам не нравится война. Люди гибнут. Порицаем? Но нам же самим часто задают вопрос, дескать, ну а что вы предлагаете? По-другому же нельзя. И здесь я уверен, что мы, антивоенно настроенные левые, должны, во-первых, обрисовывать свое видение мирного урегулирования. Во-вторых, мы должны собираться вместе на международном уровне и прорабатывать планы действий. И, в-третьих, мы должны создавать общий комитет на международном уровне для координации будущих действий. В общем, нужен новый Циммервальд. Причем даже лучше, чем Циммервальд, потому что на Циммервальде многие положения были достаточно общими. При этом нужно учитывать сложившуюся обстановку. Россия, очевидно, проигрывает войну, и при нынешних тенденциях, несмотря на мобилизацию, она ее проиграет. Во многом именно поэтому с российской стороны периодически звучат возгласы о готовности к переговорам. При этом пока что речи о мире на условиях сдачи позиций со стороны путинской верхушки не идет. Надеяться все-таки на мобилизацию, на удары по украинским инфраструктурным объектам, на холодную зиму и кризис в Европе, украинское же правительство и его западные партнеры, в свою очередь, воодушевлены наступлением ВСУ. Зеленский вовсю говорит о границах 91-го года, так что раньше захвата Крыма и Донецка с Луганском он останавливаться вроде как не собирается. Но при всем при этом продолжение боевых действий неминуемо будет сопряжаться с катастрофическими людскими потерями по обе стороны и экономическим коллапсом. Ну а про то, в чьих интересах ведется данная военная кампания, я уже говорил в куче видео, кто не смотрел, смотрите. Более того, в данной ситуации можно, конечно, со стороны левых выдвинуть формулу мира без аннексии и контрибуций, но с самоопределением. Но военные действия, очевидно, идут на территорию Украины, и просто заявить о том, что, ребят, ну мы разрушили ваши города и ушли в Освоясе, просто простите, было бы, как вы понимаете, спорным решением, мягко говоря. Более того, вопрос отказа от аннексий требует конкретизации. Например, возвращаются ли Крым с Донбассом в состав Украины, а если возвращаются, то не вступает ли это в противоречие с принципом самоопределения народов? Ну, очевидно, что вступает, учитывая пророссийские настроения на этих территориях. То есть ситуацию необходимо конкретизировать. И чтобы запустить такой, знаете, пробный шар, я хотел бы сейчас изложить некоторые свои собственные взгляды на перспективы мирного урегулирования. Очевидно, что озвученные мной тезисы ни Путин, ни Зеленский, ни, там, коллективный Запад реализовывать не будут. Но, по крайней мере, некоторые из этих тезисов могут стать основой нового антивоенного международного объединения левых. Да, я сходу признаю, что все это спорно, возможно, я в чем-то ошибаюсь, возможно, я вообще во всем ошибаюсь, но, по крайней мере, мысли мои таковы. Пункт первый. Устойчивый мир невозможен без изменения систем. Покуда существует путинский олигархический режим, покуда существует украинская олигархия под протекцией западных элит, любой мир таит в себе потенциал новой войны. Демократизация, причем не буржуазно-олигархическая, а социалистическая и народная, Россия, Украина, Европа, всего мира являются ключевыми условиями установления всеобщего устойчивого мира. И эта демократизация невозможна без пробуждения народных масс, без активной борьбы трудящихся за власть по все стороны границ. Конкретные формы и стратегии данной борьбы для каждой страны индивидуальны. Однако лишь в успехе данных процессов лежит ключ к прочному миру. Я надеюсь, что, по крайней мере, среди левых этот пункт особых возражений не вызовет. Но 100% дискуссионным является второй пункт. Второе. Вопрос о немедленном прекращении огня. С одной стороны, все мы, надеюсь, понимаем, что война должна быть остановлена как можно скорее. Но, во-первых, кто ее остановит? Украинская сторона заявляет о возможности переговоров только когда ее войска будут на границах 91-го года, то есть после наступления на Крым и Донбасс. Российская власть настаивает на переговорах, но явно хочет остаться на нынешних позициях, что практически невозможно. Параллельно глава российской СВР Нарышкин проводит переговоры с главой ЦРУ, и, возможно, вопрос о перемирии там обсуждался. Да, мы отдаем себе отчет в том, что самый быстрый путь к прекращению огня – это перемирие между нынешними правительствами. Но оно неизбежно в нынешних условиях будет иметь империалистическое содержание. Это не будет концом войны. Обе стороны будут использовать перемирие для наращивания военных сил, дальнейшей милитаризации экономики и подавления внутренней оппозиции. Поэтому я призываю вас, друзья, высказываться о возможных с вашей точки зрения формулах перемирия, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что эту мясорубку нужно останавливать. Она каждый день уносит сотни и тысячи жизней, калечит судьбы людей. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ни руководство Путина, ни руководство Зеленского не могут решить проблему такой мирной инициативы без ущерба для своих народов. То есть мы снова упираемся в пункт номер один. Реализация программы мира при сохранении нынешних олигархических систем просто невозможна. Не менее дискуссионным является и следующий вопрос. Это третий пункт. Немедленный отвод войск обеими сторонами создания демилитаризованной зоны. Тут все сложнее, чем с прекращением огня. Либо мы оставляем нынешнюю линию фронта и создаем по обе стороны, ну, например, 20-километровую демилитаризованную зону, либо мы выступаем за вывод российских войск на линию разграничения на 23 февраля 2022 года, либо на границе 1991 года при условии оставления в восточных областях Украины демилитаризованной зоны. Но точно необходимо прекращение наступлений и контрнаступлений, немедленное прекращение всех боевых действий, демобилизация по обе стороны фронта. Все остальные вопросы должны решаться путем референдумов, переговоров, соглашений, миром, а не войной. На демилитаризованной зоне, вероятно, нужно установить международный контроль под началом государств, которые не входят ни в НАТО, ни в ОДКБ. Да, дискуссионно, но предложите ваш вариант остановки огня в комментариях. Буду очень ждать. Пункт 4. Гарантии мирным жителям. Миллионы людей стали заложниками путинской военной авантюры. Они работали госслужащими, учителями, врачами. Кто-то добровольно, а кто-то по принуждению участвовал в организованных российскими властями политических акциях, референдумах, митингах и так далее. Им должна быть гарантирована неприкосновенность и безопасность в случае восстановления украинской администрации после отвода войск. Пункт 5. Это демократизация. Ключевое условие построения устойчивого мира и важное наше требование – это демократизация. Должны быть распущены и запрещены, а организаторы должны понести тяжкую ответственность все частные военные организации, ультраправые и парамилитарные формирования. Регулярные армии и силовые структуры обеих сторон должны быть очищены от такого рода элементов, военных преступников и людей, запятнавших себя насилием против мирных граждан. Политические заключенные должны быть амнистированы, в частности, левые активисты на территории Украины и России. Ну, я надеюсь, что по этому пункту тоже прений не будет особых, если нас только не смотрят фанаты батальона Азов или ЧВК Вагнера, но надеюсь, что таких хотя бы немного. Но я опять же раз за разом вынужден повторять, что нынешние власти проводить эти реформы не будут. Пункт шестой. Право народов на самоопределение. Путинская администрация нанесла страшный удар по отношениям наших народов, пойдя на аннексию украинских территорий. Но теперь нельзя просто сказать миллионам их жителей, что их судьбу определят за их спиной. Тяжелейшие территориальные вопросы должны быть решены самими жителями этих регионов. Но не под дулом автомата. Им должна быть гарантирована безопасность и все гражданские права и свободы. Общество, включая вынужденных беженцев и переселенцев, должно получить доступ к правдивой и открытой дискуссии о будущем. Должна быть обеспечена свобода агитации со всех сторон. Только после этого может быть обеспечено проведение настоящих референдумов об административном и государственном статусе территорий. Обязательно под международным контролем, но с обязательством всех стран признать их итоги. Следующий пункт вызывает наибольшее количество прений среди левых на международном уровне. Я общался с российскими, с украинскими, с французскими левыми. И везде по этому вопросу виден раскол. Это пункт о военных поставках украинской армии со стороны НАТО. Часть считает, что поставки вооружения это просто наименьшее из зол. И левым, в том числе европейским, парламентским, нужно просто ставить условия для этих поставок. Ну, мол, пускай Украина сначала декриминализирует коммунистов, освободит политзаключенных, расформирует АЗОВ, предаст суду военных преступников. И вот тогда можно голосовать за военные поставки. Наконец, третья часть, к которой отношусь, в общем-то, и я, склоняется к мнению, что необходимо требовать прекращения военных поставок Украине со стороны Запада. Поэтому потенциальный пункт номер семь — это прекращение военных поставок. Милитаризация — это путь к продолжению конфликта и его новым эскалациям. Тем более, что мы видим, правящий класс и украинские ультраправые, чувствуя военное превосходство, наращивают свои амбиции. Я считаю, что особенно теперь, после последних колоссальных военных поставок, нужно выступить против накачивания Украины вооружениями из стран НАТО, что сопровождается ростом сверхприбылий западных военных корпораций, кстати. Также против продажи военной техники России другими странами. Я допускаю, что этот вопрос крайне дискуссионный и будет критика с той позиции, что если не будет военных поставок, то путинский режим тут же победит и захватит Украину. В чем у меня очень большие сомнения, даже при условии прекращения поставки вооружений. Но в любом случае, что думаете, пишите в комментариях. Да, и кстати говоря, не забывайте, что главный поставщик бронетехники Украине это Россия. То есть трофейные танки уже попали в руки ВСУ в таком количестве, что даже военные поставки вряд ли это все перекроют. Пункт номер восемь. Новая система безопасности. Частью причин, приведших к нынешней катастрофе, была блоковая политика. Она должна быть исключена в будущем. Левые и рабочие партии в Европе должны добиваться коренной реформы системы безопасности на континенте. Роспуск НАТО и ОДКБ должны стать важнейшими звеньями этого процесса. Пункт девятый. Экономическое восстановление Украины. Десятки украинских городов разрушены именно российскими бомбами. Мы не вправе забывать об этом. Поэтому восстановление инфраструктуры, компенсации жертвам войны должны финансироваться из кармана российской олигархии, ответственной за эту войну. Необходимо взять средства олигархии и их пустить на преодоление последствий войны. Это те узловые моменты, те ключевые пункты, которые приходят в голову в первую очередь. В пятидесятый раз повторяюсь, что тут очень много спорного. Есть пространство для дискуссии. Признаю. Но то, что это может стать основой для плодотворной дискуссии и выработки общей позиции, ну да, я считаю, что это так. Нам нужен новый Циммервальд. Нужны общие принципы и позиции. И я очень надеюсь, что мы найдем взаимопонимание и точки соприкосновения с украинскими, с другими российскими левыми, с левыми на международном уровне. Как говорится, дорогу осилит идущий. С вами же был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите много-много комментариев. И помните, что ночь темнее перед самым восходом. До новых встреч. Продолжение следует...